также хочу обсудить тринкеты для destruction варлока пойму моему мнению внимание достойно только три тринкета не знаю почему но именно для спелдопейсеров в берлин крюсейд очень мало тринкетов было добавлено в отличие от миликов у миликов раза в два с половиной больше тринкетов итак приступим самый лучший тринкет по моему мнению это the school of guldan тринкет который падает солидана в блэк темпле он имеет спелл хитрейтинг имеет спелл дэмэйдж и способность при активации которая увеличивает ваш спелл хейст на 175 на 20 секунд многие конечно возможно поспорить со мной и скажут что тринкет с санвел плато с муру лучше чем этот но если вы внимательно прочитаете его описание то там пишется что помимо спелл хейста который он статично дает активируемую способность это дает вам 320 спелл дэмэйджа на 15 секунд но там сказано что это активируемые способности вызывает или суммонит круг на пол и если вы находитесь в этом кругу то только в этом случае вам добавляются эти 320 спелл дэмэджа но стоит учитывать что в рейдовых ситуациях вам зачастую приходится двигаться с места отходить от каких-то способностей босса либо то и и либо отходить от других членов вашей группы чтобы не распространить дебафф к примеру и в этом случае активируемая способность этого тринкета будет бесполезна поэтому по моему мнению для скулов голдан топовая тринка потому что она более надежная третья тринкета о котором я хотел бы поговорить это тринкет который падает в золомане в золомане с предпоследнего босса тринкет называется hex shrunket head ничего особого поэтому тринкета не могу сказать добавляет статичная спелл дэмэдж в размере 53 и активируемая способность 211 спелл дэмэджа на 20 секунд все другие тринкеты которые выбиваются в т5 инстах по моему мнению не стоят внимания потому что они не дают какого-то явного прироста вашему дпс либо не такие эффективные все другие тринкеты более низкого ранга это пример icon of the silver grey skin который покупается сабаджи тоже неплохой тринкет и кагмиранс ай который вообще по сути синькой выбирается в т5 геройки на 5 человек но тем не менее она является хорошим тринк тринком и скорее всего вы ее не поменяете до т6 и до black temple также стоит упомянуть все те тринкеты которых которых я говорил в моем гайде на про и без лист для варлока это те тринкеты которые дают спелл хит и при дефиците спелл хита также стоит обратить внимание на те тринкеты давайте лишний раз оговорим эти тринкеты в первую очередь это конечно же скрайс блат джем который дает 32 хит рейтинга это как они стаун который дает 25 хит рейтинга и зеленый тринкет который получается за квест на зарплатами это star killers bubble касательно этих тринкетов я более подробно говорил в моем гайде для про рейт без листа поговорим теперь о камнях либо о гемах сначала давайте обсудим метагемы лучшим метагемом для варлока будет киотик skyfire diamond он дает 12 спелл крита и увеличение урона вот критических ударов на три процента хороший метагем для активации требует два синих камня хорош тем что скалируется с вашими талантами увеличивающими урон от критических ударов да то есть в сумме с этим талантов ваши криты будут носить 206 процентов урона от стандартных ваших атак если же у вас нет доступа киотик skyfire diamond как известно он был добавлен в 2 1 патче его альтернативной будет мистикал skyfire diamond он имеет шанс переносения урона вашими спеллами увеличить ваш вашу скорость произношения реагенты принципе для этих камней одинаковые но киотик skyfire diamond будет лучше поговорим теперь о обычных темах опять же в первую очередь когда вы будете геймить свои вещи нужно стремиться к тому чтобы достичь капа спелл хита то есть 202 единиц поэтому в желтые сокеты встараем стараемся вставлять камни на спелл хит в оранжевые комбинированные сокеты на спелл хит и спелл дэмидж если же спелл хит кап у вас достигнут при шеде дэстракшн спеки вставляем спелл крит и спелл дэмидж комбинированный в желтые камни и в красные в синие если хороший сокет бонус вставляем синий на спелл дэмидж и 6 стамин и если сокет бонус плохой вставляем также самое спелл крит и спелл дэмидж в случае же с файер с трекшеном я бы вставлял чистый спелл дэмидж и не заморачивался об этом вот по сути то все что я хотел вам рассказать о гемах следующим пунктом обсудим энчанты начнем с головы энчант на 22 спелл пауэра и 14 спелл хита опять же хороший энчант для варлока ну и в принципе для любого спелл дпс в первую очередь потому что имеет спелл хит этот энчант получается за репутацию за репутацию с шатрами за шатар необходима репутация реверет лиф офф пауэр называется этот энчант цена его без зачета репутации 100 голд на шею у нас нет возможности положить какие-либо энчанты далее плечи плечи тут все просто либо скраер если вы выбрали скраер либо алдор так же самое как и у разбойника есть там два уровня энчантов первый дается за хонорит и стоит 2 реагента то есть случается со скраерами это рун на случай ссяра ми это были имеют два уровня у скраеров за первый уровень не там дается спелл кред за второй уровень дается и спелл крит спал дэмэдж у all d Tai наоборот за первый уровень только спелл дэмэдж за второй уровень и спелл крит из пLast дэмэдж идем далее на плащ Единственным, пожалуй, полезным энчантом будет Саплети Она уменьшает вызываемый вами Трит на 2% Все остальные энчанты, они в ПВЕ по сути бесполезны Идем далее Тело 6 к всем статам В принципе, этот энчант универсален для любого класса Немножко стамина, немножечко интеллекта дает Ничего особенного Идем далее Наручи 15 спелл дэмэджа Тоже здесь не особо большой выбор И каких-то альтернатив просто нет Оружие Вот здесь уже поинтересней В принципе, если у вас какое-нибудь слабенькое оружие И вы знаете, что в скором времени вы его поменяете То лучше зачаровать на более простой энчант На 40 спелл дэмэджа Если у вас уже какое-то хорошее оружие И вы понимаете, что вы проходите с ним довольно долго И оно прослужит вам довольно долго Можно раскошелиться и потратить на более дорогой энчант В случае с шедд дэстракшеном варлоком это soul frost Он увеличивает урон от магии тьмы на 54 Если же вы выбираете fire destruction То это sunfire Который увеличивает урон от огня на 52 Я, честно, до сих пор не понимаю Почему soul frost увеличивают на 54 А sunfire на 52 Почему разница в 2 единицы До сих пор остается загадкой Но есть как есть Идем далее Перчатки Касательно перчаток есть выбор Вы можете зачаровать либо 20 спелл дэмэджа Также есть вариант зачаровать плюс 15 спелл хита Я бы вам рекомендовал зачаровать 15 спелл хита Если у вас нету спелл хит капа То есть поможет вам немножечко с набором хит капа Также есть вариант зачаровать 10 критикал страйка Но по сути 20 спелл дэмэджа все-таки лучше Даже с учетом того, что вам важен спелл крит То есть 15 спелл хита если нет хит капа 20 спелл дэмэджа если хит кап есть Все просто Идем далее Штаны Для штанов вам необходима латка Которая производится тейлорами И этот тейлор должен быть именно с репутацией скраер Потому что у репутации алдор Тейлорам дается латка на хиллеров У этой латки также есть 2 уровня Один эпический, другой просто редкий Ну естественно эпический немножко получше Но также требует и более затратные реагенты Дает 35 спелл дэмэджа и 20 стамины Увеличивает урон, немножко увеличивает выживаемость Далее ботинки На ботинке есть вариант зачаровать 12 стамины Есть вариант зачаровать виталити Есть вариант зачаровать минор спид и 9 стамины По моему мнению минор спид и 9 стамины Самый лучший вариант Потому что во время боев с боссом Иногда скорость передвижения имеет значение То есть то, как быстро вы выбежите из какого-нибудь ауе Либо из огня, может вам спасти жизнь Виталити для варлоков в принципе бесполезна Потому что у вас никогда не будет проблем с маной Потому что у вас есть лайфтап И чистые 12 стамины Ну, все-таки мне кажется, что скорость бега важнее, чем каких-то 30 жизней Также, если вы выберете профессию энчан То у вас есть возможность зачаровать кольца На 12 спелл дэмэджа каждое Что тоже увеличит ваш ДПС Следующим пунктом поговорим о бафах, небафах И составе группы вашей в рейде Либо в героике Поговорим сначала о бафах У варлока есть некоторое количество собственных бафов В первую очередь это фэл армор Который добавляет вам дополнительно 130 спелл дэмэджа И увеличивает хилинг по вам на 26% Также у вас есть Demonic Sacrifice Который вы брали в талантах И мы обсуждали его перед этим То есть вызываем суккубу Используем Demonic Sacrifice Бам, все готово Баф на 30 минут Touch of Shadow Shadow damage increased by 15% Тоже хороший баф В принципе это все ваши собственные бафы Которые вам нужны для ПВЕ Кроме этого также не стоит забывать о том Что у вас есть Soul Stone Который может дать вам вторую жизнь Вам либо любому другому члену вашей группы Либо рейда И у вас есть хеллстоуны Вы можете их создавать по одному Либо можете поставить урну И из этой урны может взять весь ваш рейд по камню Кроме этого у вас из бафов есть Detect Invisibility Которые увеличивают ваш шанс Обнаружить цели И подводное дыхание Unending Breeze В принципе они не столь важны Эти бафы Но в некоторых ситуациях Могут вам немножечко помочь Перейдем к consumables Или скажем так Расходуемым предметам В первую очередь Это конечно же еда И выбором еды для варлока Будет еда на 23 spell damage Она бывает в разных вариантах По моему самый дешевый Это Blackened Basilic Дает 23 spell damage на 30 минут Следующий Используемый предмет Это фласка Фласка Of Pure Death Она может быть достаточно дорогой Но она стоит того И она является самой эффективной Алхимией для вас Дает 80 Спел damage для шадова, для фаера и для фроста То есть и Shadow и Fire Destruction Может ее использовать Не исчезает после смерти Длительность 2 часа В принципе можно Использовать эликсиры Но эликсиры Они менее эффективны И исчезают после смерти Поэтому проще использовать фласку И радоваться Дает 80 spell damage И также Последний консумабл Который будет важным для вас Это масло Которое вы можете Применять То есть намазывать На ваше оружие На удивление Лучшим маслом Будет не масло Которое добавили В Burning Crusade А масло Из классического Варкрафта Это Brilliant Wizard Oil Оно дает 36 spell damage И 14 critical strike Оно Скорее всего Будет дороже Чем Масло Которое было добавлено В Burning Crusade В Burning Crusade Масло добавляет Только 42 spell damage То есть разница В 6 spell damage Но на масле Из классика Есть еще 14 крита А крит Как вы знаете Тоже важен для варлока Вот Все что касаемо Расходников Для варлока Также Это расходники Скажем так Постоянные И еще один расходник Это Potion То есть Который Можно использовать И нужно использовать На короткий перевод Времени Во время Бейла Использование Ваших Тридник Когда нужно Максимально увеличить ДПС Это Destruction Potion Дает 2% Увеличение Крита И 120 spell damage Вот это Это все В принципе Что вам Нужно Знать О ваших Consumables Также Так как вы варлоки И у вас есть Солшарды Не стоит забывать Что перед рейдом Всегда старайтесь Запастись Солшардами Потому что Рейдлидер И вообще Все члены рейда Будут ожидать От вас Суммонов Будут ожидать От вас Хеллстоунов Будут оживать От вас Соллстоунов Поэтому Не забывайте Запасаться Солшардами Поговорим Теперь О Бафах Скажем так Не ваших А от Других Игроков Конечно же В первую очередь Вас интересуют Бафы от Паладина Блазинов Сальвейшн Который уменьшает Исходящее от вас Стрит на 30% Потому что Урон у вас Все таки Приличный Также Баф на 10% По всем статам Который просто Увеличивает Вашу выживаемость И запас Маны То есть Больше маны Реже нужно Тапаться Ну и Баф На маны Реген Тоже Будет Полезен Потому что Все таки Когда вы Лайфтапаетесь Вы тратите ГКД И Теряете В ДПС Кроме того Давайте поговорим О Дебафах 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 В первую очередь На боссе Если вы Играете Shadow Destruction Варлокам Вашим Лучшим Другом Будет Shadow Priest Потому что Именно Shadow Priest Накладывает Дебаф На цель Увеличивающий Урон от Shadow Дамага На 10% И Кроме того У него есть Еще один Дебаф Который Увеличивает Дополнительно Урон От Любой Школы Маги На 5% То есть В случае Если вы Играете Shadow Destruction Варлокам Priest Это ваш Лучший Друг Кроме того Priest Не обязательно Быть В вашей Группе Потому что Он накладывает Дебаф Непосредственно На босс Он может Просто Находиться В рейде Также Помимо Priest Стоит Упомянуть О Elemental Шамане Потому что У него есть Тотем Который Добавляет 101 Спел Дамага И у него Есть Еще один Тотем Fire Тотем Который Дает 3 Спел Хита И 3 Крита Что Тоже Очень И очень Хорошо Также Не стоит Забывать О Наших Наших Всеми Любимыми Бумкинами Которые Дают 5% Крита Крупе И Чаще Всего Мункинов Бумкинов Ставят В группу К варлокам Потому что Все таки Варлокам Важен Крит Вот В принципе Это все Скажем Так Классы Которые Будут Вам Полезны Немножечко Говорюсь О Fire Destruction Варлоке Fire Destruction Варлок Также Очень Любит Fire Магов Потому что У fire Магов Есть Талант Improved Scorch Которые При Настакивании 5 Скорч На Цели Увеличивает Урон От Fire Спелов На 15% Это Некая Альтернатива Престу Но Единственное Что Прест Дает Один Баф На 5% Ко всем Школой Магии И Другой Баф На 10% Только К Шедов Урону А Маги Дают 15% К Fire Урону То есть Дебаф Магов Немножечко Выигрывает Над Престовским Хотя У Престовского Есть И Второй Дебаф На 5% Ко Всем Источникам Магического Урона Ну Кроме Того Не Стоит Забывать О Таких Баф Как Shadow Protection От Преста Как Mark Of The Wild От Друида Который Увеличивает Статы И Резист Ваш Power World Fortitude От Преста Который Стамину Ваш Увеличивает Но По сути Эти Бафы Увеличивают Вашу Уживаемость Только Но Не Увеличивают Непосредственно Ваш Урон Давайте Еще раз Повторим Скажем Так Идеальную Композицию Для Вашей Группы Вы Рады Будете Видеть В вашей Группе Лем Шамана С Вы Будете Рады Видеть В вашей Группе Мункина С 5% Крита И Вы Будете Опционально Видеть Рады Либо Мага Либо Преста Но Стоит оговориться Что Магу Либо Престу Не Обязательно Быть В вашей Группе Потому Что Они Накладывают Дебаф Непосредственно На Цель Которую Они Бьют То Есть Они Могут Быть Просто В вашем Рейде Но Не В вашей Группе Поэтому Приоритетными Целями Вам Будут Элем Шаман И Мункин Вот Пожалуй Все О Группах Мункин 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 Мункин